так здравствуйте сегодня мы начнем тему постпозитивизма вот можете даже написать заголовок сегодняшней лекции философия постпозитивизма постпозитивизма то есть после позитивизма философия постпозитивизма вот теперь мы приступим к нашей такой большой теме которая будет идти несколько лекций и наверное уже из самого названия вы понимаете что это философия которая философия науки которая имеет место после позитивизма то есть после того как позитивизм закончился собственно вот постпозитивизм иногда называют целым четвертым позитивизм у нас был первый позитивизм контовский потом второй маха савинариуса потом третий это неопозитивизм и вот четвертый позитивизм условно говоря это постпозитивизм хотя собственно в самом постпозитивизме уже собственно от позитивизма ничего не остается только кроме того что и тот и другой занимается проблемой науки позитивизм делал из науки своего рода культ делал науку таким что новой своего рода новой религии новой таким магическим искусством кстати по-моему я сейчас не помогу ошибиться но по-моему еще Артур Кларк сказал известный писатель фантаста что в общем-то техника научно-технический прогресс на своих каких-то вот вершинах сильно напоминает собственно магию вот такое довольно ироничный высказанно по большому счету и Бердяев об этом сказал специфической связи магии науки потому что в большом счету и то и другое представляет собой попытку овладеть силами природы только немножко разными так сказать средствами вот а по сути-то в основании науки и магии лежит одно и то же одно и то же стремление по сути к власти над природой господство над природой управление ее силами вот а постпозитивизм это по большому счету философия науки которая уже предполагает ну само наука как нечто проблематичное вот еще раз вот я пробегусь немножечко по ступенькам которые до этого были я уже сказал про позитивизм обожествление науки теперь я собственно потом вспоминаю то что то что называется махизм и второй позитивизм который говорит все-таки вносит определенные так сказать струю сомнения в этот весь процесс что уж не так уж здесь все так сказать однозначно наши чувства они говорят нам часто очень странные вещи и по сути наш опыт эмпирический есть наш чувственный опыт прежде всего а он в общем-то далеко не однозначен он далеко в этом плане не есть нечто такое раз навсегда истинно данное но потом мы уже идем подходим к проблематике неопозитивизма где у нас возникает проблематика языка прежде всего языка описания вот всех вот этих логических игр и не только логического вообще игр языка да его такого своеобразного можно сказать кривляния западания метафора и прочее прочее и получается так что в итоге мы выходим потому что называется постпозитивизм подходим то есть к философии которая возникла в западном мире скажем так в 60-х годах где-то как раз сначала 60-х годов примерно в на западе то есть в европе и в земляных штатах и в этом плане получается так что в общем-то с тех пор с начала 60-х годов по существу тот же самый постпозитивизм есть господствующая философия науки хотя вот лично у меня возникает такое что ли некоторое впечатление может мне несколько ошибочно не знаю что вот современный мир в целом да люди обыденное сознание массовая культура она существует как будто бы еще в эпоху собственно представления о науке как который имело место еще в эпоху неопозитивизма хотя бы не говоря о том скорее что позитивизма да вот есть определенное такое что ли доверие к абсолютное к мнению ученых по сути даже вот известные эксперименты ставились когда тоже самый не безвестный эксперимент миллиграмма наверное многие знают про такой эксперимент когда людей били током скажем так и в зависимости от того кто советовал это делать в качестве якобы эксперимента в общем-то люди доходили до совершенно разных стадий издеваться над другими людьми то есть если это советовал делать ученые в рамках этого эксперимента то люди могли по большому счету доходить до такого что искать уровня напряжения электрического что в этой своей экспериментальной деятельности что на другом конце провода по большому счету люди от которого якобы конечно актер был они это изображало все люди доходили до самых таких можно сказать стадий когда человек тот убивался и чуть ли там не умирал вот если это говорил ученый как авторитет то есть само по себе кстати вот эта технология известны в манипуляции сознания что используется мнение ученого в данном случае для давления на психику обывателя чтобы вот он поверил то есть в этом смысле ученый как своего рода в прежние времена гуру как там какой-нибудь жрец который вещает истины и в этом смысле для обыденного сознания для обычного человека слово ученого это есть что-то такое непреложное истина но тем более в современном мире это еще тем более проблематично если например тоже взять новое время когда у нас были ученые универсала которые были с одной стороны и предположим там большие специалисты физики там математики с одной стороны с другой стороны и философии тот же декарт вспомнил тот же лебнец тоже паскаль опять таки будем вспоминать эти имена священные каком-то смысле для нас вот это да одно дело другое дело когда умеет дело с современными многими так сказать ученые так сказать специальными узкими специалистами конечно современном мире тоже есть разносторонние одаренные ученые но по большому счету это скорее будет уже исключение из правил мы имеем дело с узкими специалистами которые как бы очень подобный флюсу по меткам выражения курин пруткова растут в одну сторону очень хорошо там ориентируются во всех тонкостях своей какой-то деятельности конкретные а чуть-чуть сторону там практически это уже полный профан но опять-таки профаны которые чувствуют уверенности которые чувствуют свой авторитет и в этом плане если это был бы какой-нибудь обыватель бестолковый который никто авторитет не имел ну ладно он ляпнул что-то и ляпнул а если это сказал ученый такую же глупость да вроде бы то это кажется имеет определенный казалось бы ранг статус в общем-то вроде как ценность даже вот в этом определенное даже искал что большая проблема но есть такая так сказать черточка чертовщинка с технологиях манипуляции сознания общественным мнением вот но ладно немножко отвлекся вернемся собственно к нашему постпозитивизм вот постпозитивизм философия которая возникла как раз в начале 60-х годов и понятно уже из самого названия что это концепция которая как я уже сказал та которая возникла после позитивизма то есть уже после вот этой такой слепой каком-то смысле веры в науку в научные достижения в однозначность интерпретации факта в такой сказать в некую непреложную истинность некой конкретной теории которая в общем-то является научный до раз навсегда данный ты в итоге это позитивистка такое представление потерпела определенные что ли по было подвергнуто сомнению и так или иначе претерпела преобразование и в итоге вот пришло к тому что называется постпозитивизм и свой рот такое что революционным событием философии науки в целом явилось произведение такого известного философа науки постпозитивиста как раз вот родначальника постпозитивизма это томаса куна вот мы сегодня наверное с вами запишем эту фамилию будем разбираться о философии философия куна томаса куна томас самуэль кун вот томас кун американский философ науки но прежде всего это историк науки здесь кстати очень важный момент которые принципиально ну тут много будет моментов который будет принципиально отличать постпозитивизм от предыдущих скажем так позитивизм это то что называется вот самый такой основополагает один ну принципе они многие важны но вот это основополагающий такой момент это собственно взгляд на науку на как феномен такой культурный феномен своеобразный такой способ познания мира формирование человеческого мировоззрения мир отношения к миру как к некому историческому процессу культурно историческому даже если собственно для тех же самых неопозитивистов главный проблем это была проблема логики да то есть такого логического что логического связки различных фактов разнородных связки в единую систему вот в некую научную концепцию этих атомарных фактов да посредством этих протокольных или атомарных предложений то для тех же самых для постпозитивизм такой проблем вообще нет они уже этим не занимаются то есть все это пустое это так сказать своего рода такая знаете игра в головоломки вообще в этом смысле саму науку по большому счету ее нормальном состоянии кстати чуть попозже мы я поясню что значит нормальное состояние науки постпозитивисты в частности вот кун прежде всего говорит называет таким что ли понятием как как раз вот решением головолом то есть чем занимаются ученые а ученые занимаются решением головоломок а за всем эти вот это очень ключевой момент лежит большая идеология то есть это совершенно такая песочница в которой копаются вот эти ученые да они пытаются искать какие-то там свои решения свои какие-то истины открывать вот исследовать мир но в итоге за всем основанием всего этого решит и лежит определенная и очень серьезная конкретная идеология вот в этом смысле если брать тот же самый позитивизм там предположим особенно неопозитивизм то в общем то наука представлялась в их так сказать мировоззренческой матрице мировоззренческой модели как нечто такое знаете а само по себе существующее как вот некая истинная и истинный способ познания который как сейчас существует и в этом плане совершенно от торм в торм в торм находится торм в состоянии от всей прочей культуры от истории вот он как будто бы свалился ну не сказать что совсем свалился с неба конечно все позитивисты прекрасно отдавали себе отчет что так или иначе наука есть специфичный научный метод познания есть такое что ли плод деятельности человека но вот как то этот плод деятельности человека он вроде как все равно возникал ниоткуда как черт из табакерки вот как вот некие магические что ли посредством неких магических операций вдруг не раз неожиданно у человека появилось это вот универсальный такой метод познания который открывает нам истину но дело в том что сама по себе наука мы с вами прекрасно понимаем из наших первых лекций мы видели возникает довольно специфических таких что ли культурно-исторических условиях западной европы в эпоху возрождения и естественно без вот этих соответствующих условий она бы не смогла возникнуть и вот как раз пост позитивисты они делают упор на том что наука она возникла на пустом месте является плодом собственно определенного культурно-исторического развития то есть наука это вот производная культуры наука производная социальной жизни человека она очень тесным образом взаимосвязана с этой жизнью она естественно влияет на саму эту жизнь она ее преобразует очень заметно преобразует да особенно путем развития той же техники и прочее прочее но она в то же время есть продукт именно культурного развития и вот как раз пост позитивисты начиная собственно куна прежде всего опять-таки еще раз говорю начинают делать акцент на исторических основаниях возникновения науки на ее генезисе как возникает наука и очень важно даже не собственно даже важно конечно как сама наука возникает но как возникает научные теории в этом плане конечно же для пост позитивистов такую положительную роль в развитии их философии только куна всех прочих в принципе из позитивистов которые будем говорить следующие разы оказала влияние собственно сами научные революции мы с а я вот вам сказал что собственно сама вот книга куна которая он в общем-то написал в шестьдесят втором году издал структура научных революций его называется его основной труд структура научной революции вышедшая в тысяча девятьсот шесть втором году она как раз и несет в себе вот этот вот это слово вот посыл революции революционный посыл и как раз делают упор собственно научных революций то есть наука это не есть некое такое плавное размеренное развитие науки плавное размеренное развитие так вот когда мы какой-то теории добавляем какие-то там факты и вот нас постепенно так все это количественно это куча нарастает нет говорит кун и его последовательность собственно пост позитивист наука развивается революционно она всегда совершает некие своеобразные такие что ли скачки прыжки причем очень радикальные которые самым коренным образом меняет всю модель понимание мира кстати я сейчас вам зачитаю наверное одну фразу опять-таки люблю я в плане мысли русских философ опять-таки в данном случае фраза русского мыслителя павла александровича флоренского задолго до куна сказано вот я вам сколько раз уже там читал там фразы того же лосева того тоже флоренского которые говорили в общем-то те высказали те мысли которые в европе на западе в америке в европе скажут спустя там лет может быть 40-50 кун например после флоренский пишет но это примерно где-то начал самое начало собственно двадцатого века в районе двадцатого года приблизительно то есть вот лет за 40 до куна история науки нет праздник записывать просто для такого для иллюстрации история науки не разматывание клубка не развитие не эволюция а ряд больших и малых потрясений разрушений переворотов взрывов вот катастроф история науки это перманентная революция вот интересное такое замечание собственно того же самого флоренского о том что наука это прежде всего революция да то есть здесь есть правда потом флоренский еще замечу что потом спустя некоторое время пишет что в этой постоянной ломке науки упорно пребывает нечто ее требование определенного метода ее требования неизменности и ограниченности то есть вот он как раз говорит в неком методе который конечно же скорее всего флоренский имеет метод вот этого экспериментального подтверждения но тоже и мы видим что это экспериментальный метод он в общем то не с не всегда работает и в этом плане конечно же это важнейшая вещь это определяющая вещь но в общем то не абсолютная и здесь скажем так возможно нюанс вот и как раз я что хотел указать на то что называется на тезис флоренского действительно что наука ее развитие это есть смена революции это и есть то есть это есть постоянная революция как он пишет перманентной революции если вы например помните вы сказали в общем само что означает понятие перманентная революция то обычно она ассоциируется с таким персонажем как левдович троцкий вот который предположительно позаимствовал это понятие у товарища паргуса гельфанда и потом собственно это так иначе отразилось на ленинских мыслях в чем это заключается эта идея заключается в том что революция должна постоянно углубляться и расширяться то есть мы революции никогда не остановится условно говоря в революции нет конца она началась она покатилась и как вот снежный покатился и она должна постоянно нарастать вот если мы совершаем какой-то революционный переворот взяли в лазь например да то он вовсе не знает что мы должны участвовать вот и почивать на лаврах нет мы должны каждый раз эту революцию развивать углублять мы дошли до определенного уровня до определенного уровня преодоления старого мира но надо идти дальше потому что как только мы застынем на этом уровне мы условно говоря будем откатимся назад нас сожрет вот это вот неумолимый молох хронос истории поэтому само по себе в этом конечно есть определенное здравое зерно логичное и конечно это тоже нельзя абсолютизировать но понятно что в этом месте рациональное зерно и свои истины и поэтому мы действительно когда что-то подобное делаем в том числе революцию в том числе научную революцию мы так или иначе должны постоянно двигаться вперед вот помните я еще в самом начале по моему лекции наших рассказывал о так называемом законе джонса да о том что может помните такое несколько полушуточное полусерьезное высказание хотя действительно с большой долей истины что тот ученый который внес наибольшие чем большой вклад в развитие науки то определенной науки является камнем преткновения развития в дальнейшем то есть и чем больше вклад он внес в развитие тем большим камнем преткновения будет после это такой своеобразный парадокс но тут понятно почему потому что смотрите какой ученый он создает какие-то концепции он создает какое-то новое продвигает науку а потом естественно через некоторое время волей-неволей в силу вполне объективных жизненных причин его творческая активность научная такая замирает то что он сделал становится истинными так сказать догмами лучше так сказать правильнее вот все начинают им следовать и не дай бог не не это все пытаться опровергать вот это беда вот тогда как раз чем и если ученый вдруг сделал какое-то огромное такое великое открытие то впоследствии его имя условно говоря его открытие догматизируется становится непреложной истины и уже условно говоря ложится определенный такой запрет в рамках научного сообщества на то чтобы это вот догмат такое религиозное учение уже ставший религиозным да не научным и религиозным пытаться опровергать пытаться как-то вот подвергать сомнению в этом плане и как раз наука на ворот как еще собственно тот же поппер говорил и постпозитивисты эти же мысли развивают что собственно наука она и нахуй представляет собой такую что ли модель постоянного развития преодоления самой себя то есть как стал флоренский задолго до постпозитивистов и поппера хочу тоже заметить да что наука есть вот в постоянной перманентной революции замечательная мысль и поэтому в общем то мы как ученые как исследователи никогда не должны почивать на лавах останавливаться на неких таких своих достигнутых пределах хотя все мы все достигли мир нам понятен нам все известно вот как бы все не дерзайте не ищите все уже как говорится найдено до вас но вот как только ученый какой-нибудь там въедливый в хорошем смысле слова начинает копаться в этих всех нюансах он сразу находит огромное количество истыковок огромное количество всяких таких проблемных узких мест точек и начинает их кропотливо что расшатывать раскапывать и естественно в этом плане он становится как мы в прошлый раз с вами прекрасно видели прошлой лекции таким своего рода врагом для научного сообщества который под которого вы подкопываются потому что все научное сообщество оно возникло этих истинах возникло на этих что ли моделях понимания мира и вдруг какой-то пришел там простите меня мальчишка и начинает ли там девчонка начинает строим дали раскачивать самых своих оснований самое интересное что здание действительно качается и вот-вот упадет вот по этому лучше этого купола стали лучше этого мальчишку-девчонку закопать будет намного лучше естественно, так или иначе для науки, в общем-то не очень хорошо для ее развития но для научного сообщества, наверное, хорошо для данного научного сообщества ну, там уж посмотрю, как будет дальше кстати, вот интересно, что тот же Кун и вот такой известный физик, кстати наверное, один из таких величайших физиков, Макс Планк который, наверное, слышали тоже, который жил, собственно, в начале 20 века и которому физика в значительной степени, в том числе и ему наряду с Эйнштейном, Бором, Гейзенбергом и прочими, обязана своими, так сказать, вот этими революционными преобразованиями открытиями, он же сказал замечательную вещь, что ученый в принципе, он и Кун ну, он раньше сказал, Кун-то сказал там уже вот в 60-х годах а Планк еще в самом начале, лет за 50 до этого, да, почти что, в принципе, ученые как таковые, они не меняют свои взгляды ну вот, выростники ученых так вот, кардинально их не меняют а для того, чтобы возникла новая восторжествовала новая гипотеза новая концепция нужно, чтобы предыдущее поколение ученых вымерло пока он не вымерет новое не восторжествует вот это такое помните, я как раз указывал на этот закон Джонса что для того, чтобы нам науку развивать, нужно, чтобы вот как бы вот это камни преткновения все снести вот, понятное дело, что, конечно, нельзя так говорить, что ну, давайте там вообще все, все, как бы все эти долгу, какие-то традиции научные, какие-то уже существующие теории отвергают, что это изначально некая ерунда что давайте мы вообще на это, как бы нет, такого ни в коем случае нельзя говорить потому что это само по себе всегда традиции есть определенные основания основания, с которых мы начинаем свой путь творчества а не будь этого уже достигнуто до нас творчества, то практически и, можно сказать и нашего творчества бы не было поэтому традиции тоже важны предыдущие поколения крайне важны их открытия тем более важны поэтому нужно всегда этого тоже придерживать нужно просто прекрасно понимать, что в науке, как собственно ну и в философии так же, тем более в науке нет ничего, так сказать, раз и навсегда данного раз и навсегда открытого и так или иначе, как что-то здесь всегда в итоге может подвергнуться закону даже если это вдруг сейчас в данных условиях вроде как и никоим образом не может поколебленно ну, надо немножко подождать, значит но про это еще Поппер, кстати, писал выходил на эту вещь ну, а теперь, собственно, возвращаясь к Куну к его концепции и вот я хочу сказать, что в основе концепции Куна вообще ассоциируется с ним понятие парадигмы понятие парадигмы вот Куну вводит такое понятие парадигмы это ключевое понятие его концепции парадигмы вот сейчас очень часто к месту, там, или не к месту эти понятия парадигмы как бы употребляются, используются в разных контекстах в разных, можно сказать, таких, скажем приложений своих ну, в принципе, понятие довольно многогранное и может оно использоваться в разных оттенках, смысловых оттенках и я так и не стал бы, конечно его как-то сужать очень сильно и говорить, что вот ни в коем случае нельзя использовать его в понятиях вообще, то есть в каких-то вот языковых играх, говоря языковой Генгенштейна да, которые, ну, не соответствуют там языковой грекуну да нет, конечно парадигма, оно, в общем-то вообще, само слово парадигма оно древнегреческое оно из древнегреческой философии взято ну, я не могу точно сказать, наверное, собственно взял ли, собственно, это понятие кун у Платона, возможно, и взял вот, сейчас не буду утверждать ни того, ни обратного, ни прямого а скажу так, что у Платона, древнегреческого философа великого присутствует это понятие оно у него означает некий прообраз первообраз, образец вот, буквально, с древнегреческого понятия парадигмы переводится как прообраз, первообраз, образец парадигма это прообраз, первообраз, образец то есть, условно говоря, это некая такая даже вот кунцевое время, когда вы спросили а вот уже после того, собственно, его работы написанным работы структуры научных революций где он раскрывает это понятие свое новый концепт парадигмы обосновывает его сейчас скажу, что это такое в его концепции кун, в общем-то в последствии дает ему такое определение как дисциплинарная матрица а не в книге, а уже после вот парадигма это дисциплинарная матрица это матрица такая, по которой воспроизводится вся модель мировоззренческая модель то есть, это некие принципы основания, которые лежат в основании той или иной мировоззренческой научной концепции мировоззренческой или научной концепции принципы, которые лежат в основании той или иной мировоззренческой или научной концепции Даже, может быть, шире, потому что, наверное, так бы сказать правильнее, что в одну парадигму входят несколько концепций. То есть мы, например, можем рассуждать о каких-то, собственно, проблемах в той или иной науке в рамках одной парадигмы, то есть в некой основе всех основ данной концепции, мировоззренческих основ, чего-то вроде для нас самоочевидного, аксиоматического, само собой разумеющегося. Но мы можем в рамках данной парадигмы концептуально расходиться, то есть спорить по каким-то мелочам, да, условно говоря. Вот. И в данном случае у нас, ну вот скажем так, вот я сейчас просто на скидку, мне сейчас вот такая мысль пришла, в большом счете, вот предположим, такая метафора из того же самого известного произведения Свифта, да, противостояния тупоконечников и остроконечников, то есть те, кто яйца хотелось бы с острого конца, предполагалось, или с тупого конца, вот, и по большому счету они при этом воевали. Ну, с одной стороны, две концепции, концепция остроконечников и концепция тупоконечников. Но вот то, что в основании этого лишнего парадигма, то, что им надо воевать, да, за это, вот это уже не приходит в голову. Это нужно, по большому счету, как-то вскрыть, это довольно серьезная, более такая редукция должна быть. Вот был такой философ, кстати, начало 20 века, довольно известный, надеюсь, что вы его знаете, это Эдмонд Гуссер, вот. Он предлагал такую вещь, как, собственно, для того, чтобы понимать происходящее событие, тебя, что вокруг происходит, понимать более ясно и отчетливо, со всей очевидностью, нужно произвести, так называемую, феноменологическую редукцию. То есть очистить вот это вот, свое видение мира от разного рода, так сказать, наносных установок сознания, как мы называем. Вот, и прежде всего там натуральные установки сознания, но это мы сейчас выбрать не будем, но вот, условно говоря, различных установок сознания. Это мы на уровне, так сказать, нашего мировосприятия будем чистить наше, естественно, видение мира. А если, предположим, мы хотим более глубоко разобраться со своими основаниями, нужно провести, так называемую, эдетическую редукцию, то есть разобраться с этим образным рядом, говоря по научным языком, с понятийным рядом, который, вот, с системой понятий, которая лежит в нашей, в основании нашей концепции. Вот. А потом еще Густро вообще говорит там о трансцендентальной редукции, то есть, условно говоря, вообще о неких мировоззренческих основах, глубинных, чуть ли не дословных. Ну, это уже отдельный разговор. То есть, понимаете, но это уже совсем относится точно к парадигме. То есть, парадигмы, это, по большому счету, вы там написали, система вот этих принципов, мировоззренческих принципов, там, или, собственно, принципов, на которых зиждет стальная научная концепция. Вот. Причем, сами по себе эти принципы, они, как бы, находятся в тени, они, как бы, так, заширны. Вот. И они являются... То есть, давайте еще такую метафору, может быть, даже, есть. Вот, предположим, что у нас есть некая система власти, да, как сейчас вот. О, например, да, вот сейчас, да, капитализм, да. В капитализме правит капитал, собственно, крупный, да, трансцендентальной корпорации. Ну, и вообще корпорации там. Вот. Они сидят за ширмой и дергают за ниточки. А политики, то есть, вот, политический балаган, там, которые, там, президенты, там, всякие депутаты, парламенты, это, условно говоря, это куклы, за которые этот капитал их дергает. Вот. То есть, в этом смысле, когда мы... Это концепции, да, то есть, вот эта видимость. А в реальности парадигма, она там, вот за ширмой. Это та система, можно сказать, финансовой власти, которая вот этих всех клоунов дергает. Петрушек. Или, как сказал Данилевский, Шутов-Горохов. Вот дергают, там, президентов, премьер-министров, там, депутатов, министров, чиновников и так далее. Олигархов. Вот. Условно говоря, даже, вот, видимых олигархов. А скорее, тот олигархат, который находится там в глубине. Вот. То есть, само по себе, вот она парадигма. То есть, нужно для того, чтобы понять, на чем стоит данная, условно говоря, научная концепция, нужно понять вот эти ее аксиматические принципы. Вот, как раз, Кун, вот эти аксиматические, системы этих аксиматических принципов, называет парадигмой. Причем, это, вот, если мы, давайте, вот, обратим чуть назад, временно, так сказать, взгляд наш. И еще раз. И посмотрим на то, что делал Поппер, тот же самый, да, Крайл Поппер, который, вот, пытался искать то, что называется лидерозграничение науки и ненауки. Научного знания от ненаучного. Пытался, там, вводить принцип своей фальсифицируемости и так далее. Вот, для тех же самых постпозитивистов таких вопросов уже нет. То есть, для них, сам себе, то, что является научным или ненаучным, вот, раз и на себя данным, это вопрос вообще, как бы, ну, даже, по большому счету, сам по себе ложный вопрос, риторический. Вот так лучше даже сказать. Потому что критерии научности и ненаучности, критерии истинности и ложности, ну, как, по большому счету, в жизни, там, добра и зла, там, и так далее, задает сама парадигма. То есть, что в рамках данной парадигмы является научным, то является научным. Что в рамках данной парадигмы не является научным, то не является научным. Ты-то хоть тресни и ничего уже не докажешь. Что в рамках данной парадигмы является фактом, а что фактом не является. И вот здесь появляются очень важные вещи, что мы так или иначе… Кстати, очень важнейший момент, на который указывает Кунт, но который, с другой стороны, является таким узким или слабым местным концепцией. Потому что ни одна концепция не может быть, так сказать, так или иначе мы сами понимаем, верной, со всех сторон защищенной. Дело в том, что, как раз Кунт говорит, что, понимаете, вот эти критерии нашей парадигмы, то есть критерии условно научности и не научности, предположим того, что считать истиной, а что не считать истиной, они, конечно же, зависят, собственно, от парадигмы. Однако и ученый, так или иначе, любой, он всегда пребывает в этой конкретной парадигме, он именно в этой, а не в какой-либо другой. Один ученый, он не может одновременно быть двух парадигмах. Ну, по большому счету, когда у человека в голове две парадигмы, называется шизофренией. То есть, условно говоря, один и двое, да? То есть, получается так, что возникает вопрос всегда к Куну, а это слабое место определенного концепции. Как-то возникает переход от парадигмы и парадигмы. Кто его, как вот это вот именно с самого-то, с самого-то, с самого-то, с самого-то перехода. Ведь ученый, он должен какой-то, собственно, все равно пытаться, он же выучился в одной парадигме, тогда в нем должна была проклюнуться, он должен осознать другую, да? Ту старую веру отбросить. Вот это вот как-то вот здесь возникает такие, условно говоря, вещи довольно шизофренического характера, хотя, конечно, человек там может быть тот же самый какой-нибудь христианский настроенный, вполне можно сказать, ну, вот это же вполне, скажем так, христианство и понятное, так сказать, метаноя, то есть, то, что называется, ну, может быть, несколько нелепым словом, неверно на русский язык переводится как покаяние, но буквально это перемена ума, метаноя, то есть переход в другое умственное состояние, то есть у тебя было одно состояние раньше, да, такое духовно, а ты переходишь в другое, вот, ты там из Павла, то есть из Савла превращаешься в Павла, да, так и здесь, ты воспитанный в одной парадигме, вдруг у тебя происходит какое-то озарение, и ты меняешь веру, да, ты, условно говоря, вот принимаешь другую истину, и вот как бы всей душой ей отдаешься, ну, в общем-то, но это чисто религиозный метод, вы понимаете, конечно, здесь рационального, ну, практически ничего нет, да, тут исключительно как бы господствуют такие силы иррациональные, кстати, очень важный момент, который нужно отметить относительно постпозитивизма, что, в принципе, как бы постпозитивизм, он реабилитирует иррационально, вот это, если в том же самом неопозитивизме у нас все, как говорится, должно быть логично, формально логично, рационально, рационально, то в постпозитивизме у нас реабилитируется иррационально, и у нас уже это иррационально начинает даже выходить в каком-то смысле на первый план, то есть Вот эти все моменты связаны с верой, с какими-то переживаниями ученого, его особенностями мировосприятия, они, конечно, здесь играют ключевую, так сказать, важную ученую роль. Ну, конечно, понятное дело, что разум не отбрасывается, хотя самое интересное, что хочу заметить, что впоследствии один из таких, скажем так, постпозитивистов, о котором мы с вами будем позже говорить немножко, Пол Фейраббент, написал такую работу, которая так и называется «Прощай разум». Вот, то есть в этом смысле как бы вот философ науки, как раз во имя науки, ее развитие как раз выдвигает такой тезис «Прощай», то есть, которую, по большому счету, озаглавливает одну из своих работ «Прощай разум», но это чуть позже будет. Вот, тут, конечно, надо понимать, что он имеет под разум и так далее, в этом смысле мы подойдем чуть позже, но пока мы займемся, по большому счету, вернемся, собственно, к Кун. Вот, Кун говорит, да, что вот наука, она всегда представляет собой совокупность таких, да, вот мы это тоже запишем, что развитие науки есть такое, что ли, череда научных революций, развитие науки есть череда научных революций. Причем, эти революции есть не столько скачки какие-то такие, но революции, как предпонимается, как скачок, да, помните-ка, например, того же самого, у Маркса это, что такое, революция, это коммунистическая, это скачок из царства необходимый. Вот, точнее, это Энгельс так сказал, его метафора, прошу прощения. Вот, если уж буквально говорить, что скачок из царства необходимости царства свободы. Вот, то есть, ну, это некий такой, действительно, прыжок из нынешнего состояния в какое-то более высокое состояние будущее. Вот, так само по себе, в данном случае, наука, сама по себе наука, она тоже есть всегда такого рода скачок. А вовсе не некое накопление знаний. Вот, если, например, в предыдущих моделях, так сказать, представления о науке, в позитивизме или в неопозитивизме, предполагалось, что научное знание просто накапливается, оно прирастает, вот, как некая куча. Вот, мы изучаем что-то и добавляем к этой куче все больше, 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 там, фактов, каких-то, там, может быть, дополнительных теорий, обобщающих теорий. Вот, так или иначе, у нас все это вот так, иначе все нарастает, как некая, что ли, некая куча. А вот постпозитивисты говорят, нет, начиная с Куна, у нас вот это количество на какой-то момент начинает переходить, простите, в качество. И эти количественные изменения, они настолько оказывают уже, так сказать, настолько видоизменяются, прошу прощения, что наша концепция меняется. Мы вынуждены сменить концепцию, но, условно говоря, предыдущую, ну, может быть, помните, кстати, вот, здесь вот, наверное, опять-таки такой диалектический процесс своего культуры развития. Вспомним, давайте, старика Гегеля нашего, любимого с вами, Георга Вильгерия Фридриха, который учил о том, что, в общем-то, как вот происходит, диалектический процесс развития, то есть, собственно, посредством процедуры снятия Гегельского. То есть, когда мы, что такое Гегеля снятие? Это мы, когда выходим на следующий уровень, мы тем самым предыдущий уровень, наше предыдущее состояние, сохраняем в себе, но его преодолеваем. Ну, то есть, условно говоря, как там юность, есть преодоление детства, но в то же время детства, но никуда не ушло, оно осталось. И так далее. То есть, в этом плане снятие, это своего рода отрицание, но в этом смысле это отрицание такое, которое не отбрасывает предыдущее состояние, а включает его в себя. Вот. Это именно Гегельская модель. Там есть другие модели, там тоже негативный диалектик, но это отдельные моменты. Мы сейчас не будем брать. Но вот если брать Гегельскую диалектику, здесь вот такая вещь работает. Вот мы включаем в себя предыдущий вот этот уровень снятия, вот, то есть, посредством процедуры снятия, в предыдущий свой уровень. А вот в куновских не все так однозначно. Кун говорит, что да, мы преодолеваем предыдущего, но мы в значительной степени его и отбрасываем. То есть, условно говоря, кстати, опять-таки интересно мне вспомнилась такая мысль здесь. То есть, я не говорил вам, когда вот, наверное, когда я рассказывал про Витгенштейна, у него есть такая метафора в его логике в философском трактате, что вот данное его произведение, есть своего рода, он там размышляет про это, есть своего рода лестница, по которой он восходит на какой-то более высокий уровень понимания бытия. И когда вот я взошел по этой лестнице, написал трактат, я ее отбрасывал. Вот это вот само по себе вот то же самое, в принципе, делает икун. Вот это в Витгенштейновский такой ход. Ну, Витгенштейны на это были свои мотивы, конечно, но метафора примерно та же самая. То есть, я взошел по некой лестнице, я мир понял вот на определенном уровне, я взошел, я вот собрал все эти факты, собрал концепцию, создал все, посмотрел вниз и отбросил лестницу. Как говорится, а теперь, ребята, у меня будет совершенно другая лестница будет выстраиваться. Вот в чем специфика, наверное, куновской такой своеобразной. Я бы не говорил бы о том, чтобы он вообще полностью отбрасывает предыдущую. Например, когда он, собственно, он сравнивает, конечно, он историк науки, и его, как бы, вот это все исследование, оно опирается на некие сравнения. Например, он сравнивает ту же самую Эйнштейновскую физику с Ньютоновской. Да, и там, собственно, понятийный аппарат Ньютона и понятийной, Ньютонской физики, Эйнштейновской физики. И начинает говорить о том, что здесь в этом понятийном аппарате немножко разные вещи. И то же самое он делает относительно сравнения того же самого Ньютона и Аристотеля. То есть, говорит, что вот аристотельская физика еще античная, так сказать, еще не научная в трогом смысле слова, но хотя бы в каких-то моментах к ней приближающаяся, она имеет совершенно иной понятийный аппарат и вообще всю, условно говоря, картину мира, мировоззреническую модель, нежели Ньютоновская. То есть, вроде бы, мы имеем дело с теми же самими понятиями похожими, а действительно, и вот Кунтам показывает, что это совершенно разные понятия. Вроде бы, обозначаемы одним и тем же словом, но смысл в них совершенно разный. Именно физический смысл. И в этом плане возникают очень многие такие проблемы, противоречия, там всякие нестыковки. И вот Кунт хорошо это разбирает, собственно, по пунктикам, да, как это происходит, по нюансам в своей книге. И вот в этом плане его концепция смены парадигм, там, собственно, прибожем, арестольская парадигма, там, в широком смысле, ньютонская парадигма, потом вот эта Эйнштейновская парадигма, да, они, если говорить относительно физики, они несоотносимы с друг с другом. И вот здесь возникает очень важный момент – несоизмеримы. То есть вот здесь я хочу сейчас сделать два таких, что ли, таких, две зарубочки на нашей сегодняшней лекции, что мы с вами это отметили, что в рамках постпозитивизма утверждается первое, то есть утверждается, что знание не кумулятивно, то есть не накапливается поступательно и постепенно. То есть не накапливается поступательно и постепенно. А развивается скачкообразно посредством революции. То есть вот этот новый набор знаний, он совершенно несовместим с предыдущим уже. И вот как раз отсюда возникает второй тезис, важнейший. Оно несовместимо с предыдущим. Второй тезис, момент, очень важный – это несоизмеримость теории или несоизмеримость парадигмы. Ну, там относительно есть соизмеримость, но она все-таки довольно условная, очень условная. Несоизмеримость теории и несоизмеримость парадигмы. Называется тезисом несоизмеримости теории. Вы, наверное, понимаете, в чем это заключается, что суть этого тезиса, да? Что понятийный аппарат тот же самый ньютоновской физики и аристотельской, совершенно разный. И также то же самое, ну, соответствующие изменения, конечно, мы начинаем прослеживать, Кун прослеживает и относительно понятийного аппарата, собственно, того же самого Ньютона и Эйнштейна. Кстати, хотел бы заметить, что вот подобные вещи относительно физики, прежде всего, Лакотас очень интересно делает относительно математики, кстати, я в следующий раз скажу про это. И других, Ферабан тоже самое делает, да? Вот именно сопоставление вот того, что разные, на разных этапах развития научного знания, его накопление, так сказать, осмысление, его, так сказать, преобразование, мы видим, мы сталкиваемся с совершенно разными вещами, мы сталкиваемся с совершенно разными картинами мира, где у нас, по сути, нет вот такой, какой-то четкой преемственности. У нас есть какая-то преемственность, но она довольно условно. Кстати, здесь очень важно, что, вы, наверное, уже поняли, исходя еще из предыдущей нашей лекции, что, собственно, вот в рамках новейшей или новой философии науки, начиная уже с Попера, у нас господствует вот эта конвенциональная теория истины. То есть, истина есть плод конвенции ученых, прежде всего, конвенции научного сообщества. То есть, то, о чем научное сообщество договорилось. Оно договорилось о понятиях. Оно договорилось о том, что эти понятия означают то-то и то-то. Оно договорилось о том, что вот это считать, собственно, истинно, это нет. То есть, в данном случае есть вот такая, ну, она довольно искаживая, что жесткая, совершенно догматическая, и обязательно, конечно, в прямом смысле условность, но так иначе договоренность, да? А не нечто такое, что ли, само по себе, там, свыше как-то вот явленное данное, какое-то некое божественное истинное откровение, нет. Это есть вот именно плод деятельности ученых и плод договоренности, конечно, в соответствии с их целями. С удобством, с прагматическими там какими-то устремлениями и прочее, прочее. То есть, здесь у нас распространены конвенциональные теории истины. И вот как раз Кун, как я уже сказал, говорит о том, что вся наука есть такая смена, революционная смена парадигм. И в этом плане, конечно же, эти парадигмы меняются таким скачкообразным образом, есть постоянная смена этих, есть постоянный революционный процесс, вот. Вот. Но этот процесс, так или иначе, ну, конечно, и по своим законам существует и развивается, ну, и так далее. То есть, но самое главное, опять-таки, еще раз хочу заметить, что те же самые постпозитивисты, они как бы отстраняются вот от этой, что ли, проблематики раз навсегда данного развлечения научного знания от ненаучного. Кстати, вот сейчас, когда, например, часто говорят, что тот или тот не является научным, да, там, вот, там, это лженаука и так далее, то это, в общем-то, какие-то довольно позитивистские, еще не должны, позитивистские представления. То есть, условно говоря, по-нашему прошлый век, вот, можно сказать, даже какой-то позапрошлый, да, вот. Потому что, собственно, сама научность, она, так или иначе, находится в полной зависимости от господствующей парадигмы. То есть, условно говоря, от того, что те или иные ученые считают научным, что те или иные считают истинным, что данное сообщество принимает за истинно или не принимает. И опять-таки, здесь, в этом смысле, мы возвращаемся к проблематике научного сообщества, о которой мы говорили в прошлый раз. Вот. То есть, здесь, конечно, тоже возникают свои проблемы, но, собственно, давайте немножко теперь перейдем. И перейдем, опять-таки, дальше к понятию парадигмы. И вот, по большому счету, Кун определяет в парадигме, в ее развитии, несколько, так сказать, ключевых этапов. Можно так даже написать, такой подзаголовок. Этапы развития парадигмы. Этапы развития парадигмы. Вот предполагаемый. Но Кун говорит обычно, что еще, в общем-то, самому этому развитию предшествует так называемый допарадигмальный этап. То есть, вот есть такой, условный, первый, можно сказать, даже в каком-то смысле нулевой, да, допарадигмальный этап. Первое. Допарадигмальный этап. Допарадигмальный этап. Парадигма еще не сложилась. Еще у нас есть такое, что ли, определенная вольность в исследовании. Мы еще и о понятиях, в строгом смысле слова, четко не договорились. А если четко и более-менее договорились, то еще не пришли к единому, скажем так, системному их обобщению, к созданию единой концепции. Ну, условно говоря, к парадигме, да. Мы начинаем, мы пытаемся, вот, каждый ученый, там, не скажешь, что кто влез, кто подрывает, несколько такой негативный оттенок, здесь я как раз говорю в полипозитивном смысле. Каждый пытается методом своих проб и ошибок, набиванием шишек. Помните, как Витгенштейн хорошо сказал, что такое философия, что это набивание шишек и синяков о границе языка. Так вот, в общем-то, по большому счету, перефразируя Витгенштейна, можно сказать, что сама наука, она представляет собой такое, свое родное, набивание синяков и шишек, вот об этом, как раз, вот. О, вот эту такую тонкую грань, собственно, истины и ложности, да, попытки понять этот мир. Вот ученые, по описанию этих проб и ошибок, набивая синяки и шишки, потихонечку пытаются, создает какую-то концепцию, ставят эксперименты, и в итоге, посредством того же консенсуса, естественно, конвенции определенной, в итоге, у нас начинает складываться парадигма. То есть, в процессе договоренности в рамках научного сообщества, складывающегося научного сообщества. Но бывает так, кстати, обычно Кун про это говорит, о том, что вот некие, может, гениальные ученые, там, может, группа гениальных ученых, они как раз делают определенный прорыв в науке, и совершают то, что называется научной революцией. И наш далпарадигмальный период выходит на следующую стадию, так сказать, еще расплывчив такого состояния, кто в лес, кто под рово, выходим на уровень научной революции. То есть, собственно, на уровень возникновения парадигмы. Научная революция, она вот эту парадигму постепенно формирует. Конечно, это действительно революция, это некий скачок, преодоление, вот это такое, даже сказать, неопределенности. Очень хорошая даже такая метафора, именно неопределенности. Приведение вот этой окружающей действительности, которую мы пытаемся понять, в некое состояние определенности, упорядоченности. У нас случается научная революция. Все, мы совершаем. Но еще раз говорю, что она совершается, естественно, не одна момента, хотя бывает, конечно же, какой-то такой довольно резвый бег ее в какой-то определенный период. Но так или иначе, она постепенно формируется, она постепенно, можно сказать, доделывается. У нас, предположим, на определенном уровне, на определенном этапе развития этой парадигмы у нас возникает еще много таких белых пятен, мы еще много не можем объяснить, а потом потихонечку ее дорабатываем, следующие ученые, поколения, может быть, даже, ее дорабатывают, создают эту концепцию. Причем в рамках данной парадигмы у нас формируется несколько различных теорий, несколько различных концепций. Каждая концепция по-своему, так сказать, ее дополняет. У нас возникает такое, то, что можно назвать, наверное, системным разнообразием. И в итоге формируется такая встроенная, гармоничная научная теория, научная концепция, научная парадигма. Так вот, как раз еще раз хочу сказать, что парадигма задает критерии истинности, критерии научности, и очень важно, она задает направление исследования. То есть, условно говоря, если в рамках данной парадигмы нельзя, например, копать, ну, или рыть там, разыскивать истину в этом направлении, это нельзя. Вот как только ученый какой-то начинает там, собственно, разыскивать, пытается истину разыскивать в этом направлении, разумеется, его он сразу пресекает с научным сообществом. Потому что, может быть, ну, наверное, предполагается, что если вот начать здесь копать, это можно, скажем так, опилить сук, на котором ты сидишь. То есть, подорвать ту же самую парадигму, на которой зиждется научное сообщество, на которой все это здесь, можно сказать, стоит. То есть, условно говоря, нельзя подкапываться под фундамент. Поэтому некоторые вот такие, что ли, направления исследования, они, как бы, естественно, должны пресекаться. И вообще, даже в этом смысле, это уже совсем должен быть маргинал, который начнет такое подобного рода исследование. Если предположить, что исследования в данном направлении являются табу, как вот у тех же самых каких-нибудь папуасов, то, разумеется, ученому, даже обычному, нормальному, среднестатистическому, из данного научного сообщества, которое находится, так или иначе, в рамках данной парадигмы, а научное сообщество всегда находится в рамках данной определенной конкретной парадигмы, так или иначе, зиждется на нем, обретается в своем мировоззрении, для него даже не возникает такой крамольный, а она действительно мысль крамольная, чтобы начать копать в этом направлении. Это кажется безумием. Это кажется чем-то таким, что ли, ну, при мысли, как помните, вот того же самого, у Орла или у Хаксли. Могу сейчас ошибиться, понятие мысли преступления. То есть, условно говоря, когда ты подумал, что-то крамольное, да, это уже является мысль преступлением, то есть за это ты должен, условно говоря, наказываться. Так вот, собственно, и здесь подобное представление о том, что ты даже можешь покуситься, двинуться в этом направлении, это все, это уже все крамоло, это табу, это невозможно, это нельзя ни в коем случае сделать. Для нормального ученого, адекватного, разумного, это вообще как бы нонсенс, это ни в коем случае делать нельзя. Вот, поэтому можно и вот именно вот в эту сторону копать, хочешь в ту копай, хочешь вот здесь разыскивайся, но вот с этими там, как бы, проблемками работы, вот, но туда ни-ни, это же вообще, это вообще само по себе, как бы, ну, такое светотатство в каком-то смысле. Вот в этом плане действительно, как некие исследователи, которые как раз вот говорят о постпозитивизме, они как раз и говорят о том, что постпозитивизм, это есть, ворот, такое, что ли, нечто близкое, представление о парадигме в постпозитивизме, как нечто близкое вот к неким, что ли, таким культам у тех же самых, ну, каких-нибудь древних народов, папуасов, которые там, обряды инициации у них определенные имеют, там, система табу, о чем я сейчас говорю. Да, кстати, очень интересно, вот я вот как-то в свое время подумал о том, что понятие парадигмы укуна, оно имеет такую очень серьезную перекличку с понятием культуры. Вот действительно, потому что когда мы, когда вот, ну, в следующем году, даст Бог, я вам буду читать философию культуры, это я сейчас, не вдаваясь подробно, сейчас просто вскользь так мазочками отмечу, что, в общем-то, культура, она, в принципе, имеет, как вот, концепт такой, своеобразный, несколько таких ключевых моментов, прежде всего, это система ценностей, да, а парадигма, она имеет систему ценностей, она, как раз, и содержит определенную систему ценностей. Культура, это всегда некая традиция, с одной, еще так же, а всякая парадигма, она такая, тоже есть система традиций, вот, которая, ну, что ли, определяет воспроизводство научного общества, потом, как бы, образование последующих, то есть формирование таких же последователей, тех же самых исследователей, ученых, которые будут в рамках данного научного сообщества работать. Вот. Культура, это есть определенное творчество, да, наряду с традицией, это творчество, это есть определенное нововведение, это всегда такой творческий акт, вот. Культура всегда есть определенная символическая система, да, вот, система символов, или семиотипная система. Ну, а что такое парадигма, как, по сути дела, не та же система символов, вот. То есть, в принципе, вот так, если так посмотреть, то, действительно, понятие культуры, понятие парадигмы, Они очень серьезно перекликаются друг с другом Конечно, можно сказать, что здесь всегда можно найти, если покопать чуть-чуть, найти некоторые нюансы, различия Но мы видим, что здесь общего очень много Там, собственно, на 9 десятых, вполне возможно, на 8, на 4 пятых Они совпадают, эти два понятия И вполне, действительно, по большому счету, парадигма есть Это культурная матрица того научного сообщества, которое в данном случае действует И которое пытается тот же самый кунт зацепить, описать, раскрыть, на чем основывается научное сообщество Какие его цели, какие его ценности и так далее То есть, в принципе, можно даже в каком-то смысле сказать, что по большому счету парадигма Это и есть некая культура, приложение, собственно, к науке, к сфере научного сообщества Если мы говорим, например, о обычном сообществе, мы говорим о культуре А если мы говорим, собственно, о каком-то научном сообществе, которое тем более действует в сфере научного познания, в сфере науки, мы говорим о парадигме Вполне возможно, в данном контексте эти понятия вообще можно заменить одно на другое Потому что понятие культуры, я еще раз говорю, что это все-таки более широкое понятие, чем парадигмы касательно научного сообщества Оно относится ко всем понятиям культуры сообщества, не только к научным Но бывает, кстати говоря, что понятия парадигмы переносят на более широкие, скажем так, области человеческого бытия, социального бытия его, иногда, например, говорят о мировоззренческой парадигме, а не только о парадигме научного сообщества. Я считаю, что в принципе это резонно, но только вполне обоснованно, но только можно это делать, но так надо говорить, что я в данном случае имею в виду, в каком смысле я понимаю слово парадигма – это образец, это первый образ, это действительно некая такая матрица, по которой действует то или иное сообщество, тот или иной даже человек, принадлежащий данному сообществу, с которым он себя идентифицирует, этот человек, идентифицирует с этим сообществом. Вот такой момент. А теперь вернемся к этапам. Свершилась у нас научная революция, и после этого, как сформировалась парадигма, у нас уже воцаряется то, что Ку называет нормальной наукой. «То, что Ку называют нормальной наукой»… «То, что Ку называют нормальной наукой»… «Она метущаяся», кстати, в этом смысле вполне возможно, что на данном этапе, когда у нас случается научная революция, особенно в самом начале, когда у нас еще до парадигмальной стадии, у нас возникает после этого, так сказать, возможность перехода, условно говоря, фазового перехода в посредством определенной научной революции, в состоянии нормальной науки, у нас случается такая вещь, что, возможно, у нас несколько парадигм будет конкурировать. На что, особенно, кстати, Поппер, хотя он еще не вводил понятия парадигма, он говорил просто конкуренции научной теории, то в данном случае мы всегда тоже этот момент должны учитывать, что у нас вполне возможно, что не всегда так бывает, но вполне возможно, что будут две или больше даже конкурирующих парадигм, в итоге какая-то из них победит и утвердится, а другая будет отброшена. Но, опять-таки, в силу культурно-исторических обстоятельств, прежде всего, условно говоря, социального, административного и прочего ресурса политического, финансового, а вовсе не какой-то своей большей истинности, прежде всего. В данном случае, возможно, она более пришлась к двору, более оказалась, так сказать, востребованной социально. И, кстати, может быть так случится, что конкуренция парадигма придет к тому, что победившая парадигма что-то впитает в себя из той, которая проиграла, и немножко так будет преобразована в этом, преобразуется в этом направлении. Тоже такое. Такое тоже вполне возможно. Вот. То есть, в нормальной науке у нас уже утверждается парадигма, научное сообщество существует, люди работают над своими научно-исследовательскими темами, пишут свои диссертации нормально в соответствии с заданной парадигмой, с ее, так сказать, принципами, с ее табу системы, что можно, что нельзя, научность и ненаучность, истинность и ложности, и благополучно защищают диссертацию, становятся кандидатами, докторами наук, продвигаются по карьерной лестнице. Вот. А вот когда в итоге, понятное дело, что все это, так сказать, условно говоря, такой брежневский период своего рода существует, но так или иначе, под этим всем, как сказал замечательно в свое время Федор Иванович Тютчев, ты бурь, уснувших не буди, под ними хаос шевелится. То есть, в данном случае, всегда так или иначе, мы будем иметь дело с определенным количеством фактов, или каких-то событий, или, может быть, каких-то неожиданных решений, идей, которые будут ходить в противоречии с господствующей парадигмой. Кун называет их, условно говоря, ну, обычно их называют контрпримерами, там и Поппер, там и Фейерабанд, или там вот такие аномалии своего рода, как говорит Кун, возникают. И вот на эти аномалии или контрпримеры нам нужно обращать особое внимание. Вот. Мы должны понимать, что пока этих аномалий и контрпримеров, скажем так, незначительное количество, условно, да, то на них особого внимания вообще не обращают. Но есть это и есть. Понимаете, если бы, вот часто бывает так, что какой-нибудь ученый, ну, не часто, но, по крайней мере, такое явление случается, что какой-нибудь ученый, там, создал какую-то концепцию гениальную, может быть, да. Вот. Ну, как бы, с точки зрения научного сообщества вполне бредовые, да. И в этом смысле, но оно его никак не может опровергнуть, потому что вот все, что он написал, это вообще никак не бьется. То есть у них нет таких козырных карт, прошу прощения, которые бы это побили, да. Вот. Поэтому что просто? Просто он выносится за скобки, о нем никто не говорит, о нем никто не знает, вот, как бы, все, вот он... Вот, если бы с ним стали спорить, вот тогда была беда, потому что это все поднялось бы, тогда возникли бы сомнения серьезные, смотрите-ка, какие здесь факты, какие здесь решения, как все здесь интересно, вот. Тогда возникает проблема для, собственно, парадигмы, господствующей, ну, и соответственно, для научного сообщества. Поэтому лучше про это замолчать, просто вообще как будто бы нет, просто вот нет и все. Вот. Как бы, грантов им не давать больше, все. И получается так, что в данном случае данный ученый остается на периферии, замолчен, никому не известный, вот, благополучно, в кавычках, конечно, там день загибается, вот, никому не известен. Вот. Никто его не читает, типа дурак, прошу за выражение. А, ну, если таких вот ученых, таких вот решений, таких вот фактов становится все больше и больше, они начинают резать глаза, они начинают лезть, там, условно говоря, там, в уши, они начинают везде появляться и уже их не утаить. Условно говоря, как вот эта, условно, такая, как вот шинель того же самого несчастного Акакия-Каковича начинает парадигма расползаться. Она уже не греет, она уже пошла-пошла. То есть тут надо заплаточку сделать, тут заплаточку, тут заплаточку. Кстати, вот, когда таких подобного рода проблемных контрпримеров или аномалий, как говорит Кун, возникает очень много, то в рамках парадигмы создается так называемый отход-гипотез. Понятие отход, напишите, пожалуйста, да? Когда контрпримеров и аномалий возникает очень много, то становится необходимо создавать так называемый отход-гипотезы, то становится необходимо в рамках данной парадигмы создавать отход-гипотезы, то становится необходимым в рамках данной парадигмы создавать отход-гипотезы. Вот. Что это значит? Ну, буквально с латыни переводится к случаю. Гипотезы к случаю. Это такие вспомогательные гипотезы, которые помогают объяснить, почему вот это получилось так, а не так, как должно быть. То есть это гипотезы к случаю, которые помогают объяснить, почему произошло данное аномальное событие. вот. Который помогает объяснить, почему произошло данное аномальное событие. Вот. Который помогает объяснить, почему произошло данное аномальное событие. Данное аномальное событие Вот оно произошло А здесь таких вот Надо создавать соответствующую гипотезу Произошло еще одно Еще одно То есть условно говоря наш Тришкин кафтанчик Парадигмы нужно все больше и больше заплат В конце концов получается так Что этот тришкин кафтан Расползающийся по всем швам Превращается в одну большую совокупную заплату Вот это такое гипотез Понятное дело Вы, наверное, сами прекрасно помните Эту мысль, о которой он говорил Что теория должна быть вообще проста Для того, чтобы быть истинной И вот тот же самый Ну такое в каком-то смысле С определенными оговорками Вот один из вариантов понимания Бритва Оккома Говорит о том, что как раз из двух теорий Или гипотез, которые объясняют Некое вот событие Некая совокупность фактов С разной, так сказать, вероятностью И с разной С одинаковой, точнее вероятностью С одинаковой, как бы Вот этим Возможностью объяснения их Но из них нужно предпочтить ту, которая проще Вот Которая использует меньше сущностей Вот в своем объяснении И в этом плане как раз Действительно, когда у нас возникает Это большое количество Так называемое Отход гипотез У нас возникает и Система сложная такая получается И перегруженная даже Со множеством лишних Дополнительных сущностей В кавычках Вот К месту, так сказать К случаю созданных Разумеется, все это Негативным образом Сказывается на Имидже самой парадигмы Вообще на ней самой Вот Понятно, что она где-то имеет Очень много проколов Она где-то недорабатывает В ней какие-то есть Вот Проблемные такие узкие места И в итоге мы приходим к тому, что У нас Как говорится Волна аномалии Нас захлёстывает Она Уже, так сказать Ломает Господствующую парадигму И надо что-то делать Значит, нужно переходить К новой стадии И вот Когда вот это все происходит Когда у нас Вот эти аномалии Количество становится чрезмерным Уже, собственно, парадигма Их не выдерживает Под их напором У нас возникает такое состояние Которое Кун характеризует Как кризисная наука Напишите, пожалуйста У нас была нормальная наука А теперь кризисная наука Вот Следующее состояние парадигмы Это кризисная наука Следующее состояние парадигмы Это кризисная наука Когда Действительно Вот это количество аномалий Переходит в качество И Парадигмы уже не способны Выдерживать их напор То есть у нас такое количество фактов Можно сказать Или каких-то там Может быть Таких вот Особого рода решений Тех же самых проблем Уже нам настолько просто Хлещет в лицо Кричит в лицо И пьет Что смотрите-ка Здесь все совершенно не так Парадигмы Наши концепции не работают Все совокупные концепции не работают Отход к гипотезу уже не помогает С этим надо что-то делать То Разумеется Надо действительно с этим что-то делать Нужна что? Новая парадигма И вот тут возникает потребность Создания новой парадигмы Это переходный такой Как бы период Когда еще Ну вот у нас есть Определенное количество Научного Кластеров Кластеров Научное сообщество И вообще Субъектов научного сообщества Которые верят в старую парадигму Предыдущую Да Вот Которые еще полностью Ее так сказать Поддерживают Которые Которые Ее поддерживают Которые Ее Можно сказать В ее русле Работают И уже не могут Никак ее Там По-другому То есть Воспринимать То есть мир не могут По-другому воспринимать Только в русле данной парадигмы Вот Ну новая для них вообще В этом смысле немыслима Но возникает еще тогда При этом Как бы значительное уже Количество Так сказать Ну можно сказать Условно говоря Молодых Ученых Которые Стремятся к тому Чтобы действительно Объяснить Наличествующие аномалии Как-то создать Новую Возможную парадигму Как в этом Создать новую концепцию Новую теорию И в итоге Вот это столкновение Приходит к тому Что Наверное Носители Новой парадигмы Если она конечно Сформировалась Побеждают Носители и старые Те вымирают Но тут возникает вопрос Важная проблема А Есть ли у нового Поколения Вот у этого Который хочет все это Объяснить Действительно новая парадигма Или у них только есть Претензии на нее Но они Действительно Ее не создали Вот Есть ли у них Вот собственно говоря Вот Тот Инструмент Та Методология Та По большому счету Концепция Или совокупность Даже концепции Посредством которых Они могут по-новому Совершенно Ведуть на мир Можно сказать Вывернув В каком-то смысле По отношению К старому Наизнанку И Этот мир Благополучно Истолковать Уже без вот этих всех Аномалий Ну по крайней мере Сведя эти аномалии До поры доврения К минимуму Вот Есть ли она Или ее все-таки Пока еще нет И вот если ее нет Тогда вот По большому счету Научное сообщество Подвисает в такое Довольно двусмысленном состоянии Что Старый парадигм не работает А новый еще нет Вот И А что делать Вот надо искать Новую парадигму Но как бы Для того чтобы искать Конечно разумеется Нужны недюжины Интеллектуальные Творческие способности А если их нет Что делать Вот Если такие гениальные Ученые пока не явились Если пока Все это Никаким образом Что ли Не вылилось В нечто такое Реальное Да И все эти исследования Пока Не привели Ни к чему Никакую новую парадигму Ученые Наученство Сообщества Висит Как такое Что ли Действительно В подвешенном состоянии Но вдруг Явится какой-то Ученый Группа ученых Которые вдруг Двинут науку Которые вдруг Создадут свою Безумную Действительную Концепцию С точки зрения Прежней рациональности И которые Вдруг Неожиданно Дадут миру Вот это Новый инструментарий Новую методологию Новую концепцию Потащат За шкирку Научное сообщество Светлое будущее Новой парадигмы Вот Есть такая У вас Если появится Замечательно Вот Может даже Появиться так Что возникнет Такая ситуация Что возникнут Несколько Конкурирующих Таких Парадигм Вот И тут Мы подходим К стадии Вот из этой Кризисной науки Мы подходим К стадии Снова Научной Революции Вот Следующая стадия То есть Мы уже Как бы Вот этот Фазовый Такой Переход Следующую стадию Которую Мы называем Собственно Тоже Научная Революция Или создание Научная Революция Так или иначе Влечет за собой Создание Новой Парадигмы Там Собственно Как вот В социальном плане Например По большому счету Там Как Новая формация Из Капиталистической Социалистической И так далее То есть Новая парадигма Новый взгляд на мир Со всеми Новыми принципами Да С новой Системной Отчеты Там Моральными Какими-то Экономическими Культурными В целом Даже В каком-то смысле Эстетическими Вот И само по себе Это Действительно Уже Создается Новый Даже В каком-то смысле Новый человек Да Новый Ученый Вот Ну В общих чертах Вот что я хотел Сказать У меня конечно Здесь еще есть Про Куну Кое-что Но я наверное В следующий раз Про это уже расскажу Сейчас уже не буду Вот Но в основном Так сказать Основные Мысли Томаса Нуля Куна Я сказал Американскому Философу Науки Вот На этой ноте Я пожалуй Сейчас Сегодня Завершу Сегодняшнюю Лекцию Вот А в следующий раз Мы с вами Продолжим Дальше Чуть-чуть Еще про Куна И в итоге Перейдем К следующему Философу Уже Принадлежащему Той же Традиции Той же школе Постпозитивизма Ну что Спасибо вам за внимание Сегодня Сейчас я выключу А потом мы По вопросам Еще поговорим Спасибо Спасибо Спасибо